всех приветствую с вами я веган христолюб и сегодня поговорим об активизме во всех сферах святой жизни человека я веган христолюб и мы с вами начинаем по поводу активизма вообще такой энергичный и какой-то активное проявление человека в своей жизни своих внутрь что-то вообще внешнее проявление проявления того что у нас внутри это проявляется наружу и вот просто вчера ролик один попался ну оксана в группе там веганы воронежа по поделилась и посмотрел и тоже решил свое слово записать по поводу и знаете был такой уже несколько раз у меня раз мы в группе когда еще у меня было закусились с девчатами сестрами что там такая тоже агрессивная как-то любит как раз трупажор употреблять это слово якобы проповедь она вот тоже чуть ли не бестолково бессмысленная или неправильная да вот надо попроще причем ссылки были отсылки к девочке у которой вся инста завалена просто миролюбивыми рецептиками о здоровом веганском питании всяких там шампунях и прочие прочих вещах которые в принципе никакого трупажора никогда к веганству как к любви к животным не приведут и тогда уже потом еще раз такое было очень близко мне дорогая сестрица бросила мне так можно сказать в лицо что вообще никакой не активист и меня конечно это обидело я не 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 показал это ни видом ни словом обидел я говорю по-христиански я если я выражаюсь обычным языком конечно же мне обиды никакой нет но меняет конечно как всегда задевает ранит как любого живого человека как по плоти на можно причинять страдания так и по душе конечно же дух как иисус говорил плоть немощно дух бодр дух мы конечно же не возмутим а понятно я тоже страдаю когда мне причиняет физическую или душевную а это же физика психи психика душа причиняет какую-то боль да естественно я это ощущаю вопрос какой из этого вывода я делаю духом как я поступаю в ответ вот и меня конечно это тоже как бы верю тогда ранил очередной разная понимаю что это не обо мне вот и хоть меня это ранит именно слова этого человека но это не говоря это не выявление моей сущности да она просто причинила мне боль неправды вот я именно активист сам проповедник слово неважно христианство более того я христианин и веган 10 лет и о веганстве может быть я говорил не так некоторое время активно хотя даже до youtube а кто меня знает в жизни мог бы это подтвердить кто со мной встречался на протяжении там шести лет моих скитаний в поисках истины по природе там то что я там себя уходил я все равно всем проповедовал любовь ко всем людям и любовь ко всем животным и любовь ко всей природе это было всегда вот и когда я вышел даже на youtube да я отдельные ролики прям вот с веганство с названиями чтобы это было сразу все понятно я как бы не записывал но кто видел мои беседы причем с бесед начиналась моя деятельность в ютубе ну я не сейчас есть но редки а поначалу это было именно сущностью так скажем а деятельность начинал с этого то в беседах я постоянно об этом говорил да есть самый первый ролик еще шестнадцатого года где я об этом говорю и говорю достаточно радикально в том плане что да вот веганство это любовь все это убийство и поедание трупов или эксплуатации или продуктов других животных происхождением пожирания за счет эксплуатации животных это все не от бога это все не от истины это все грех зло тьма как угодно и все слова тут будут уместны поэтому сама проповедь это уже активность и по поводу активности я конечно понимал что у этой сестры у нее слово активность связано что это только тот вот веган активист допустим когда за веганство зашло что это тот кто ложится под колеса там грузовика везущих бедных животных на убой да как и у христиан у многих тоже складывается тоже есть такое какое-то предвзятое не неправильное мирозрение что проповедник это тот кто только флайеры на улице раздает или словом вот именно там с табличкой стоит с плакатом с баннером что это вот именно он проповедник да на площадях как чуть и не в библии написано когда раньше интернета не было это ошибочное мировоззрение вот я считаю себя активистом почему то же я проповедник и моя активность выражается во всей моей жизни то есть что такое активизм это то что ты я сейчас для людей в теме расскажу много фраз библейским языком если вы просто покаялись мы не сотворили достойный плод покаяния вы сделали только пол дела а пол делает ничего это все равно что почти улететь на курорт в гавайи почти успел на самолет покаяться и не сотворить плоды покаяния еще я креститель причечь иисуса потом сам иисус говорил что такое дерево не приносящие доброго плода который может быть большим шикарным с красивой листвой до срубают и бросают в огонь потому что дерево с которого невозможно питаться это конечно притче это образ есть деревья лиственной вы понимаете да вот но дерево которое посажено и выращено для того чтобы оно приносило плод как с которого питаются действительно получается бесполезным на что она как иисус говорил и землю занимает да это действительно так у каждого своя цель до улисты на дерево своя цель его не срубают и не бросает в огонь так скажем а у плодов ухода человек на 6 сотках там себе садик хочет сделать, конечно же он не будет лишний кусок места занимать в бесплодном дереве, которое он и посадил, для того, чтобы вкушать с него плод. Если вы уклонились от зла, словами псалма буду говорить, и не сотворили благо, вы сделали полдела, а значит не сделали ничего. Почти забить гвоздь, это не забить его. Почти вкрутить саморез, это не вкрутить его. Он только будет мешаться, еще причинит тебе вред. Почти приготовить что-то, это не приготовить ничего. Если ты не приумножил таланты данные тебе Богом один, два или пять, как Иисус рассказывал в притчу, ты не сделал ничего. Потому что эти таланты не твои. Хозяин который тебе их дал, заберет обратно, и ты останешься без ничего. Чтобы остаться с чем-то, надо было таланты господина приумножить и еще заработать что-то сверху на те денежки, которые, так скажем, он тебе дал. Потому что это не твое. Ты это отдашь обратно, как мы берем там кредиты или займы у банка или у друзей. Об этом можно говорить бесконечно. Человек, который Иисус сказал научите, сотворите и научите. Если ты сотворил и никого не учишь, ты не сделал ничего. Любовь это активная сила. Любовь она расширяется. Любовь она двигается. Любовь она распростирается. Любовь она что-то делает. Само слово любовь, конечно же, это имя существительное, это сущность. Я любовь. Аз есмь любовь. Но я люблю. Это глагол, это действие, это любить, это что-то делать. Любовь проявляется в делах. То есть моя сущность, имя существительное, мое имя, Бог, есть любовь, как имя нашего Бога, Создателя Творца, который всячески во всем он же Иисус Христос, некогда Бог, приходящий, являвшийся людям во плоти, он любит, он что-то делает. Поэтому активизм, конечно же, это норма. У меня есть ролик, вы знаете, я подкастом озвучил английский, в Англии был сейшн какой-то там, сходка веганов, и там было выступление одного из моего любимого активиста Эда Землянина, Эда Вильсона. И я озвучил этот там пятиминутный ролик. Мне он очень близк по духу, и все такие активисты, как он, и что же, начинаю забывать-то лысенький с Америки, там, Гэри Юровский. Конечно, меня как-то спросили, а у тебя есть типа вот идеалы, примеры, там, в христианстве, да, который ты там, в котором следующий. Я говорю, в принципе, в христианстве я, это гордо звучит, многие мне затычут, я не знаю себе равных. Здесь я шучу, я в том плане, что действительно моим учителем всегда был Иисус, я влюбился именно в этот образ, даже в тех псевдо-христианских культах, в той Евангелии, которую они до нас донесли, да, потому что именно его жертвенная любовь к людям меня покорила. Естественно, шел я не за этой бумажкой, а за тем Христом и Богом, который внутри меня, которым я полностью открылся и, да, решил следовать всему самому чистому и светлому, потому что жизнь Иисуса, конечно же, в бумажках исказили, сделали таким же, тем же самым труппажором убийцы, каким он не являлся, он был веганом, как и есть Бог, создавший все, вот, он не нуждался угождать людям, там, да, ой, я буду как все тоже, да, лишь бы меня слушали, нет, он все время говорил все поперек горла всем, говорил истину и правду, говорил о любви, и, конечно, в христианстве у меня, ну, были там, скажем, в книжках я где-то находил, так я же много чего перечитал, но практически нет, а уж в живой жизни, да, и какие-то люди являются для меня примером в какой-то определенной добродетели, это, да, есть такое, но, так скажем, массово, особенно, если мы возьмем, ну, говорю, что-то типа, ну, я опять же, это речь идет не о его активности, он может активно проповедовать псевдохристианство, да, вот, и быть стопроцентным фарисеем там в своей этой секте, да, естественно, он мне не в каком может быть примером, он идет по пути лжи, но он очень рьяный, ревностен и предан своему лживому учению, да, он его исполняет идеально, он его проповедует, но он находится во лжи, в неправде, и, конечно же, он не может для меня быть примером, поэтому, вот, а кто проповедует истину в плане христианства, о том, что это учение истины простоты бытия о любви, свободе и бессмертии, вот и все, я таких не встречал на своем пути, в реальной жизни, да, все проповедуют культ, обряды, религии, мракобесие какое-то, любовь только к любящим, несмотря на то, что они называют себя христианами, там, православными, католиками, да, но при этом можно убивать животных, можно убивать врагов, да, обычный иудаизм проповедует, вот, так что, а вот в веганстве я всегда говорил, да, у меня есть примеры, я говорю, Гарри Юровский, Эд Вильсон, да, наша Вита, как ее зовут-то, забыл, ну, это центр Вита, в Москве, она, то, Новожилова, как и Мария, Мария, не Мария, ну, вы знаете, кто в теме, да, вот, такие люди, да, такие люди для меня примеры, я всячески стараюсь быть в этом похожим на них, не отставать от них, они меня вдохновляют, когда очередной ролик какой попадется, да, и всегда я, как бы, ими действительно восхищаюсь и вдохновляюсь, мотивируюсь, да, мне становится не одиноко, я говорю, есть чему поучиться, я у них учился, да, я слушал их тоже лекции, проповеди, читал книги, то есть, меня это, естественно, тоже назидало, как они отвечали, что они отвечали, какие образы приводили в свои проповеди, евангелизации, веганство, и поэтому, конечно же, веган-активизм, это просто, и как в христианстве проповедь истины, это просто норма, если твоя жизнь, как я уже вам библейским языком наговорил, не проявляется в твоей сущности, твоя сущность не проявляется деятельно в твоей жизни, во внешней жизни, ну, что, что у тебя тут и тут никто не видит, пока ты не откроешь уста и не что-нибудь начнешь делать своими ногами, делать своими руками, идя куда-нибудь своими ногами, да, поэтому если вы просто, как этот из басни Крылова Пискарь, там, да, Крылов, по-моему, написал, который до 100 лет жил там в пещерке, никуда не выходя, боясь всего, то вы ничего не достигли, Иисус призывал к святости, к совершенству, делать, 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 сам он дал пример жертвенной любви, когда его даже за правду убивали, а он все равно являл эту любовь, вот, если вы этого не достигли, то вы ничего не достигли, вы потеряете, как Иисус правильно сказал, и то, что вы имеете, потому что все, что у вас есть, это пока не ваше, все, что вам дано для того, чтобы вы что-то себе заработали, как раз все ваши дела, всю эту сущность, которую вы в себе переварили и обратили ее в святость, в обожжение, это останется с вашим, вашим, а все остальное, это не ваше, а что остальное-то? Вот мы переходим к этим талантам. Когда вот сестрица меня, так скажем, ранила, я тогда ей, по-моему, не смог ничего объяснить, потому что была агрессия, так скажем, тоже, да, что, ну, непонимание. Я, конечно же, я сто раз говорил, вы знаете, и в христианстве, и в веганстве, и в любой проповеди, правда, что надо всем и проповедовать, там, и на страничных соцсетях надо присутствовать, и как-то благовествовать, и в личной жизни, и всем, чем можно, да. И про активизм я уж не раз говорил, есть у меня, конечно, эти ролики, сегодня, по сути, будет такой же похожий значок, либо вот с этой картинкой, да, уже у меня такие есть, я об этом говорил, я их называю по-разному, проповедь, там, евангелизация, благовестие, активизм, да, все что угодно, вот, как сегодняшний назову, точно не знаю, но как-то опять близко к этому, но все равно, каждый ролик для нас что-то бывает, бывает, у кого-то надо, вот говоришь, говоришь, что раз об одном, то же, то же, а вот его до него доходит, и как прям пронзает его сердце, я же сам человек, как и вы, у меня все такое же было, и все, и с этого дня ты другой. И вот сегодня, ты, казалось бы, сто раз тебе человек уже это говорил, а вот он сегодня сто первый сказал, и все, и тебя как пронзило, и твоя жизнь изменилась, причем изменилась настолько, что ты взошел на ступени ниже, ты уже никогда не свалишься, ты здесь, ты себя там просто уже не представляешь, это просто невозможно. В православной секте есть такое понятие, ну, вообще, в католической, в ортодоксальной псевдохристианстве есть такое понятие «непадательное состояние», вот это, об этом речь, кто знает, что это такое, тот поймет меня. Это когда ты уже никогда туда не вернешься, да, где ты был. И по поводу вот активизма, дары различные, очень важные, когда меня что в христианстве, сейчас буду пример вся, видите, я веган-христианин, поэтому всегда у меня все это параллельно идет. Тоже мне как-то было такое, да ты что там, вот у меня там типа, когда я там на протестантизм наезжаю, как на псевдохристианство, тоже обоснованно, да, аргументируя всегда свое мировоззрение, обличая их неучения и дела зачастую, да, но если не делают добрые дела, я говорю, я хоть на одно доброе дело когда-нибудь наехал, и он мне тоже, да вот там у меня там знакомые там всю жизнь утки выносит, да. Я говорю, слушай, то, что он выносит утки, и слава богу, и молодец, и вот он для меня в этом деле кумир идеал, да, и всякое благо и слава такому человеку и похвала, да. По поводу все ли это могут делать, нет, в том плане все ли, все ли должны и могут это делать, что в христианстве, что в веганстве, у человека одна жизнь, он не может прожить все жизни, ты не можешь, во-первых, возьмем, сразу разделим нашу жизнь, она бытовая, так как мы живем в пространственном временном тленном измерении временно, мы, да, обязаны заботиться вот о чем, да, об этом временном, пространственном временном нашем теле. Мы где-то все работаем, более того, у нас обычно тело не одно, у нас есть супруги, родители, дети, о которых зачастую мы заботимся, да, как минимум надо просто зарабатывать деньги там на насущный хлеб, да, на обычную жизнь бытовую, на все эти вещи, да. Нам нужно где-то жить, нам нужно где-то спать, нам нужно что-то есть, нам нужно что-то во что-то одеваться, да, у нас есть какое-то жилье, которое надо обслуживать, что-то в нем делать, да, появился новый ребенок, ты думаешь как бы пристроить комнату, то есть ты в доме живешь, либо новую квартиру, естественно, надо покупать, если комнат не хватает, вот, это норма вещей, поэтому и, к сожалению, у нас в неважно каком строе, при каком бы ни жили страны, у нас вечно построено так, что основная масса людей загнана в такую систему, что мы должны минимум по 8 часов в день работать, чтобы обеспечить себя всем необходимым в жизни, минимум причем достаточно, то, что я перечислил, это никакая не роскошь, особенно, если не брать, что эти вещи там какие-то супер дорогие, да, что это какая-то роскошь, вот, жилье не роскошь, это норма для человека, даже самая в современном мире машина там для семьи или для одинокого человека, вот я сейчас в деревне живу, это не роскошь, это норма жизни, лошадь была в каждом дворе, должна была быть, да, были тоже всегда нищие, но были люди, которые сами такие, кто-то спивался, как будто мы думали, что они только сегодня такие, это было всю жизнь, да, кто-то ведет нормальный образ жизни, кто-то дурацкий все расточает, да, вот это, многие бедные, по своей, конечно, даже с той самой вине, да, и тут такой образ жизни, вот, и по поводу, по этому активизму, да, ты не можешь всю жизнь на халяву, как знаете, там, в ортодоксальных или даже протестантских сектах любят там во славу Божью поработай, как во славу Божью, а сколько я должен во славу Божью поработать, храм тебе 10 лет строить бесплатно каждый день, что ли, а я на что жить буду, да, вот это вот во славу Божью, это все дурость, то же самое в протестантизме очень часто, да, что внутри секции какие-то, как бы, да, добрые дела, если ты себя как-то в жизни обеспечиваешь, ты, конечно, делаешь бесплатно, я сколько могу людям, всегда стараюсь, если у меня в жизни все нормально, есть кусок хлеба, ну все, вот это, да, я лишние копейки никогда не возьму, я что руками, что для кого бесплатно делаю, я вон из деревни езжу в райцентр, я всегда всех бесплатно подвожу, я же не таксист, да, тот, кто этим хлеб зарабатывает, есть ребята, которые возят, я 10 лет был без машины, кто знает, в Пузево прожил последние там 5 лет, я сам пользовался услугами таких вот ребят, которые там помимо автобусов еще ездят, потому что автобусы ездят редко, к определенному времени, и ты можешь и на него там не успеть и опоздать на последнем, да и даже днем ты не будешь стоять до вечера, полдня потеряв ради одного автобуса, в который неизвестно, бывает, и влезешь ли, да, и ты пользуешься такие ребята стоят, типа таксистов, ну и таксисты по райцентру они, видимо, они еще ездят, вот 5 человек, 4, 3, 4, 5 садится, там, ну 5 нельзя уже с водителем вместе, ну смотри, какая машина были, так, бывают такие минивэнчики побольше, и они вот как бы в одном там, в каком-то направлении едут и по селам развозят, я сам пользовался такими услугами, но я сейчас езжу, я всех бесплатно вожу, там, кто-то голосует, я всегда останавливаю, все довезу, да, мне что, мне не надо это, я никогда не беру за это денег, вот, поэтому одно дело, добрые дела, которые ты можешь параллельно со своей бытовой жизнью делать, другое дело, когда у тебя есть еще жизнь, да, ты не можешь всю жизнь бесплатно строить кому-то храм там, да, про это я вообще молчу, это вообще бредятина, все эти капищи выстраивать, но даже пусть ты добра какое-то дело делаешь, да, ты не можешь всю жизнь хорошо строить домам там, каким-то многодетным, одиноким мамочкам там, да, как ты будешь это делать, а ты сам где-то, ты можешь по вечерам это делать, приходить по два кирпича ложить после основной работы, но ты не можешь всю жизнь делать, если у тебя нету постоянного источника дохода, да, если он у тебя откуда-то есть, пассивный какой-то, да, ты можешь всю свою жизнь положить на благо, какие-то на благие дела кому-то вот но если у тебя нет ты минимум а игру в нашей жизни получается так что чтобы свою семью себя свою семью обеспечить и должен по 8 часов день потрачить это классика жизни просто вот и все таков уровень цен и заработка во всех странах мира мы везде одинаковы так вот к этому идем что такое активизм активизм это просто проявление себя а как он что проявляется я говорю мне конечно было обидно слышать то что я в своей жизни даже на ту же самую проповедь оставил все положил все игру уже сколько лет я проповедую да бог мне никогда не оставлял через людей но я рисковал опять же идя на этот шаг как иисус гола ставь и пойди за мной я все оставлял и шел я проповедовал с youtube и я никогда ничего не получал кто знает там монетизации не было у меня потому что до 1000 подписчиков когда включилась там пол доллара капает за месяц что это такое 30 рублей вот но люди меня действительно никогда не оставляли да вот и на жизнь всегда хватало и я целиком посвятил этом свою жизнь и пока вы до сих пор посвящаю да разве ты не активизм по поводу даров у кого-то дар слова вот у меня это очевидно не 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 самохвальство как любит меня и надо тыкать и ручок у меня 1000 посмотрите на мой деятельность на ютубе самохваль стоит когда ты два ролика записал как иисус говорит не показывайте свою псевдо праведность на показ который нету чтобы снаружи мол такое внутри суть это у меня не было этого дара слова да я кричал да я там до меня да мне да сейчас микрофон да я тут начну проповедовать если бы тогда это было бы понты то что говорю я уже давно подтверждено моей деятельности ютубе у меня есть дар слова у кого-то его просто нету но человек не может два слова связать он может даже все понимать некоторые дни еще плюсы знания чтоб что-то сказать надо вот здесь я целыми днями грыз этот гранит как яру даже тема веганств видите я говорю я не перестаю наседаться в любых сферах жизни то есть вникать глубоко там посмотрите веганство когда я стал активно христианство когда я стал я записал целиком библию целиком с комментариями сейчас пишу коран кто видит на экрана каналах сколько у меня проповеди записано в свободе слова сколько бесед когда веганство стал специально с перекосом посмотрите сколько я записал на разные все темы по полочкам разбирая сейчас пишу в частности цикл там 30 папа по образу и до 30 ответов на вопрос я не веган потому что но у него там 30 оправданий называлась до читаю его там эти тексты и своими словами говорю то есть все это у человек может не быть таких знаний его спросит а вот почему нельзя так да а я не хочу быть веганом тоже наши предки там убивали он не сможет ему грамотно и четко дать ответ он как бы понимает и у него самого это просто он из-за любви я сам как когда к простоте прихожу конечно же что все просто в любовь упирается вот и все но все равно я сам назидался и сам сам записывать ролики и сам человеку если он задает какой-то конкретный вопрос а как же там витамины а это ты вынужден ему давать пытаться четкий правильный ответ и не просто сказать ты там лошара ничего не понимаешь тебе нет никакой любви хотя бывает и такой это все по человеку ты меришь особенно когда это идет такое это от от общения в интернете переписка или в личной жизни вот тут все по человеку по ситуации ты меряешь и и конечно же вот этот вот активизм у человека может не быть дар слова но спокойно и с радостью знаю что он не может рта открыть у спокойно действительно у стоит просто с плакатом к нему подойдут он может толком не ответит но он тоже в одной обойме с нами с любым человеком с любым человеком свечащим добра в частности возьмем веганство или христианство доктора стоит там покайтесь сотворить плоды достойны покаяния иисус есть бог любовь да бог есть любовь пребывающей любви пребывать в боге и с таким плакатом стоит он уже в обоими он уже вносит свой вклад он конечно же активист он приносит пользу и кстати когда меня сравнили да что тип ты же не вот это делаешь я слушай я тоже но игры я сейчас так уже буду как скажем диалог вести не совсем бывает его довести до конца это я просто игры я мог так не ответить я человек какие-то свои в жизни случаи вспоминаю но вы понимаете это так как образ как притча и вы слушай вот он стоит он выходит на этом в раз в субботу или там когда там протестантской церкви там кормит бомжей да там в раз в неделю и расслушать вот они раз в неделю да ну хорошо супом покормили это все благо я никогда не осужу любое благое дело любое благое дело это копилочка в изменение сущности этого человека все он делает это искренне и бескорыстно бескорыстно сейчас я не признаю что даже за это не благодарят я говорю мои проповеди я мог это делать я же не скрываю как и иисусу его содержали написано стоишь сусу служили своими имениями женщины и мужчины них была коробочка да они много раздавали всего лишнего но когда человек сам иисус оставил свое земное дело учеников которых к себе собирал обязал оставить все свои бытовые дела и целиком посвятить на это свою жизнь тот же самый павел ученик который никогда не его христа не ходил и жил по такому самому образу и все так живут да вот но это если целиком я говорю там посвящаешь свою жизнь да 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 такое может быть изменение вот я рассмотрел он стоит вот раз в неделю ну хорошо он стоит а я тысячи проповеди записал я каждый день по низкой проповеди писал по несколько слов каких-то разборов тем общаюсь лично с людьми какая разница виртуал или реал когда начинает этот виртуал слушайте а это не наша реальная жизнь реальность когда очень любит там виртуальная реальность якобы все произнес это магическое слово якобы это какая-то погонь да а это разве не наша жизнь разве компьютер электричество которые люди изобрели якобы кому-то не изобрели чего-то чего нет в природе а молния да а то что электро вообще весь человек состоит из электричества и все его сигналы между там как даже клеточками это электрические импульсы человек что-то изобрел чего бог не сотворил да мы просто творим мы из чего-то одного также складываем получаем что-то третье а разве воздух это не не вода это не два компонента h2o водород и кислород разве нет так что это все которую которую мы пьем мы пьем не чистый продукт его составляющая из двух элементов вот по поводу активизма поэтому он стоит да хорошо и слава богу и опять же я тогда грыл но я не помню может кому-то я так говорил кому-то нет неважно я могу притчи рассказывать или так скажем до развивать какую беседу которая прервалась вот я тоже говорю у каждого свои таланты да и у меня основная масса конечно же нацелена на проповедь на слово виртуале и в реале кто знает да я не живу в миллионнике в десяти миллионнике там как москва и петербург я сейчас я последние года даже и в миллионнике то особо не жил год опять пожил в воронеже между там с вами переездами этими и снова вот живу в деревне да в селе нескольких тысяч человек если наберется это хорошо и у каждого конечно же просто свое дело но опять же кто меня знает имеет тоже обижала типа там вот и я говорю слушайте я когда слышу о каком-то замесе где-то кто знает мою жизнь я ее публично в принципе всегда озвучиваю вы видите всякие ролики да я не снимал ни одного ролика и где мы бы где бы я допустим на веганской какой-нибудь акции был или на христианской где они но когда недавние события кто смотрит в живой эти ролики даты его записи 31 марта 2021 года недавно были собой события с навальным до политических как называют события а для меня это проявление было любви к человеку которого незаконно судят осуждают преследует убивают пытаются до сажают в тюрьму было две акции я был на обоих я ездил в воронеж за 100 километров тратил свои деньги как как это говорится время да и был на этих акциях я был не лидером там я тоже не ой да ты там если ты там в первых рядах то есть я тычут все время вот если чуть ли не в первых рядах слушать я говорю я вот им действительно у каждого своя я не могу всем в жизни сразу заниматься и за политика я всегда следил и слежу и где надо скажу свое слово какой-то пост размещу но я не локомотив этого направления жизни я не могу там следить за добром за всеми несправедливости не участвовать активно до писать на это ролики невозможно в жизни заниматься всем но когда я могу хоть как-то в этом поучаствовать и в данном случае я стал подпоркой защиты лидером подперев их вот тогда или где-то параллельно да я я там оказался по поводу веганство вот как раз этот год который был в воронеже была одна акция вроде как была не знаю состоялась она нет оксана там ее по моему организовал ну или кто-то другой но я видел рекламу я хотел я не помню что-то не состыковалась я не смог подъехать в это время тому торговый центр за городом они собирались по поводу чтобы рыб не убивать и мне не получилось приехать я сыр я очень хотел поехать что-то мне не состыковалась я или куда-то уехали бы какая-то встреча была я не помню я не смог попасть в субботу в три часа надо было и что-то у меня не срослось все эти единственную память о христианстве вверх мне не с кем тоже я никогда хотя вы знаете если какая-то христианская даже у псевдо христиан я не не беру это православные крестовые походы по сулени или против салуни вокруг капища своего реально какие-то добрые светлые акции там о проповеди любви бессмертии свободы где-то в центре кто-то одиночкой там я так увидел да я с удовольствием с него присоединился я говорю христолюб там где нужна помощь я всегда стараюсь где-то поучаствовать вот я не во всех если там есть лидер зачем я буду конкуренцию создавать нет это кто вообще жизнь понял конкуренции у нормальных людей не существует мы лишь дополняем друг друга заводим друг друга если это естественно конкуренция это здорово как и анд притечи говорил ему должно расти а мне умоляться человек наоборот радуется если кто-то лучше него а он начинает за ним дальше подтягиваться мы так растем наоборот вот поэтому нормальных людей нет этого понимания если это все искренне вот но дело не в этом я вижу реально что я-то в этом я могу человеку лишь уже здесь быть подпоркой также как и мне кто-то помогает поддерживает что-то да а там они есть и хорошо я наоборот и и всегда им скажу какие вы крутые молодцы и поддержу и слова мы делаем чем могу да вот в данном случае я наоборот здесь на низших рядах до этой горы и махины до или этого локомотива опять же кто сказал что просто когда ты здесь знаете как на войне там говорят да вот эти флагами идут первый первых убивают другой берет этот флаг то же самое да конечно же если он упадет я встану вместо него займу его место поэтому ну просто сегодня он есть зачем мне лезть туда да и опять же это еще внутренний посылай рук к чему-то у тебя да есть больше тяга к чему-то меньше себя конечно надо понуждать это всегда тоже проповедую не все приходит без труда ничего в жизни дается сам господь сотворив человека даже в раю сказал ему его возделывать их сохранять то что ты до чего ты дорос стал на ступеньку зафиксируйся да возделывай храни речь шла и о внешнем мире который мы можем несмотря на то что бог якобы создан совершенному в библии такого слова нету просто прекрасно мы можем еще что-то созидать и творить из того что уже сотворено богом да вот и естественно речь шла о собственном внутреннем мире о человеке а его рай внутри него да с древом жизни внутри него со всем этим надо было ухаживать возделывать и сохранять все что ты до чего дорос и вот поэтому я говорю я просто если я везде не лезу потому что я понимаю что во все невозможно влезть все потянуть невозможно и я просто и не рыпаюсь но я могу где-то быть хоть на каких-то этих и это где-то и вообще конечно человек ограничен временем пространства я не могу везде быть одновременно я не могу в хостесе утки выносить я не могу одновременно проповедовать рабу не один раз писали дочет я думал ты на заводе увидел там страничку меня что мы не можно помогать да кто хочет поддерживать на служение потому что я из крови и плоти и мне тоже надо на что-то жить о я думал ты там бескорыстно ты на заводе где-то пашешь а вот вечером пишешь или слушай если бы я работал на заводе бы все эти года я обеспечивал своими руками в принципе особенно когда я не был на ютубе я скитался искал истину с себя в знаниях в боге в литературе все что изучал я все эти шесть лет сначала проработал своими руками всегда свой хлеб зарабатывал специально так устроил свою жизнь что я немножко продоработал там искал работы где я могу много времени посвящать самопознанию и немного для себя просто себя обеспечивать вот то есть это опять тоже был сознательный выбор не как все я бы слушай надо а я все в семью я посмотрю что ты живешь ты так гордишься этим ну а что ты сделал то есть все проекта семьи а какой грешник не работает ради своей семьи любить любящих это иисус правильно говорил все делают и поэтому просто активизмом конечно же разные если меня завтра пригласят я уже много раз такой говорил и вы видели на словах когда предоставляется возможность подтверждает это когда тебе ты что же не обращайте внимание я вот не обращаю своим примером показываю как всегда те ты что да чё ты вот на словах а ты так уже делал и слушать когда иисус говорил что он пойдет на окрест и его будет бить по щекам и и он подставит правую хотя он не так говорил ты сейчас интерпретирую потому что положил просто играл подставь ударили в щеку поставь другую но он еще этого не делал но он же этому учил и реально когда с ним это делали на суде физически не говоря о том что речь идет и о словах здесь это так скажем заповедь и из и образ жизни который ты ведешь до речь идет и о словах в отношении тебя да и о поступках но не прям физического удара когда тебе что-то там обидели то можно сделать как угодно я говорю тебя там можно пенсии обделить или еще что-то ты не мстишь просто в ответ да вот но даже когда к иисусу применяли такие физические действия он не мстил человеку в ответ да хотя мог это сделать будучи богом во плоти также здесь наше стремление когда эти реализуются в нашей жизни если они искренне и причем яру понятно да это может быть самохвате но только бог и я знаю так говорю я это чистого сердца или я действительно просто понтуюсь ну жизнь покажет да вот но по прошлому можно человеке судить и посмотрите на мое прошлое как я живу да поэтому это просто моя мысль о том что я хочу так сделать да я постараюсь всячески сделать если меня позовут я же бессмертный позовут лечь под любую скотобойню я не знаю где они ездят вот на человек на это действительно за это топит что есть веган в веган активиста возьмите они там делятся уже чуть ли не по групп хотя это внесистемное движение за что я его обожаю таким должно быть христианство настоящее и было от христа оно шло я всех названий не знаю да ну вот эти кто там ездит по скотобойням чуть ли не выкрадывают животных ложатся под фуры это как там по одному называется да как ты там как-то не там те кто стоят с плакатами действительно сейчас и сейчас с этими с планшетниками там показывают эти скотобойни прям я видел ролик недавно парень в метро прям к этим женщинам к девушкам ну кто в шубах подходит и прям показывает как там живут но вот эти ролики включают с шубных этих смеховых производств они ворочаются там жуть уходит кто-то про смеется что вообще караул пожалуйста есть такие ничего не говорит в метро ты говорить кто знает практически бесполезно только орать вопрос встает напротив них там говорить бесполезно кто в метро ездил я в москве жил знаю что такое да он стоит они сидят он стоит там там говоришь это кореш можно сказать на ухо да вот он просто стоит с этим и действительно без слов все понятно современный мир какой 50 лет назад планшетник а он с планшетником стоит легкий и удобный она вот так на уровне пупка держит как раз и все видно и ни одна и не просто картинка ну нарисовать можно было и сто лет назад было бумаг карандаш а это видео это тот ужас который просто очевиден да как с них сдирают живьем эти шкуры до разные есть разные абсолютно разные люди кто-то пишет статьи вот кто знает я писать казалось бы дар слова и знания и они переходят жизнь знания знания жизнь и она в слово переходит до писать для меня целая проблема просто проблема для меня какую-то статью какой-то пост и хотя кто видел меня есть конечно какие-то из и кто-то из моих речей там выбирает и сам я пытаюсь я пишу иногда что-то но это мне очень тяжело дается и поэтому я не давлю на это редко редко я что-то сам в основном вот для меня проще включить камеру нажать кнопку записи пошел поехал пусть тоже где-то не сумбурно где-то не суразится где-то тавтологично где-то заиканиями меняет не напрягает вот я не боюсь камеры да я спокойно говорю вот и все и поэтому у каждого просто свои таланты и направлений много действительно много но сам факт кто-то соцсети я говорю активно ведет сейчас телеграм есть то есть виртуальный мир а это такой же наш мир это очень важно вот виртуальный мир я люблю как как можно его так знаете плеваться и мы недооценивать если это современном мире любой человек уже целые движения борьбы с этим до зависимостью начинает бороться как и от телесных хотят такая же телесная зависимость то что видишь слышишь и тебе хочется это дальше там вот как можно недооценивать виртуальный мир да в нем сейчас и идет вся борьба умов прежде борьбы телес уже в реальном мире поэтому это очень важно кто этим занимается словом постами картинками текстами рук то там смотрит мои уже на 40 минут наболтал казалось бы что можно порой в короткий пост уложить но кому-то нужна и такая пища разжеванная как павел говорил как как матерь до разжевывает ребенку уже дает так что так вот поэтому конечно же активизм он во первых активизм он необходим нет опять неправильное слово активизм это естественно я уже об этом сказал опять меня куда-то если вы я уже сказал если вы не активны значит вы недвижимы любовью да вы возможно покаялись да вы возможно уклонились от зла но вы еще не достигли совершенства потому что человек если он действительно пребывает ну по-христиански скажу в духе святом этот дух святой в нем если в нем пребывает любым на любом языке язык любви понимает каждый и знает его этот запах да что это такое если человек не проповедует не активен в своей жизни свою позицию не явно людям озвучивает неважно в реальной жизни где угодно вы лукавить и где лука ствили вас есть страх где страх там нет бога там нет любви бы бог есть любовь вы несовершенны вы неполноценные а они или почти это ноль это очень важно понять я говорю уровень этого активизма не путайте иисус правильно сказал да иисус рассказывал такую притчу кто знает хорошо кто нет расскажу кратенько что человек бросает семечки вырастают разные семечки но там 1 на камень попадает 1 уносит ворон одни заглушают терния одни без корня а есть семьи которые дают плод но плод разный 30 60 и 100 до уровень активизма уровень соответственно плода будет от этого активизма разной но он есть как минимум это в обычной человеческой жизни человек просто все вокруг знают о нем кто он простенько друзья близки а почему они знают то что у него есть оппозиционирование себя с этим виртуальном мире возьмите свои аватарки фотографии посты какие-то каналы там что у вас есть все люди знают а то кто вы стесняет вы говорите вы прямо об этом заявлено что вы там веганы христианин веган христианин кто бы вы там не был если это так да как минимум это знают свои в разговорах вы когда-то об этом объявили все знают это да если заходит речь вы отвечаете как говорил петра даете твердое утверждение в том уповании в котором живете в той в той в том вере в той мировоззрении как угодно назовите да это конечно хорошо но дальше если вас живет дух любви а он один one love одна любовь то любовь к людям и любовь к животным будет двигать в том же самом веганстве вас проповедовать говорить об этом потому что проповедую веганство и обращая людей веганство в истину в любовь вы что делаете вы сразу догоняете двух зайчиков вы проявлять проявили свое этим делом дело любви и к людям их и и и их сделав счастливее то что они сами обретут эту любовь а любовь делает человек счастливым и проверить любовь к животным сделав их счастливым и себя все мы когда не будем пребывать в царстве небесном еще круче тем чем тот рай который был изначально создан где все живое любит друг друга а мы очень любим друг друга властить ласкаться целоваться обниматься играться вот это касается и людей и животных и всего вместе да поэтому по поводу еще вот веган активизм вот я себе татушки наношу да у меня весь правый рукав о веганстве да на кистях я на кисти даже сделал в двух языках go vegan one love for life будь веганом ради жизни здесь тоже самое написал по-русски любовь одна ради жизни стань веганом такое вот сердечко сам слепил этот рукав у меня полностью посвящен богу христу здесь еще я буду добивать тоже все на кистях тоже сердце распятие любовь одна люби ближнего тут у меня вот написано ну я буду люби ближнего как себя бог бог есть любовь здесь тоже сердечко с распятием будет хочу здесь на шее сделать я уже вот от этой татуировки на кистях потому что живу я в средней полосе россии у нас полгода холодно так скажем ты ходишь каких-то вещах одеждах с длинными рукавами с какими-то воротниками практически ничего не видно естественно да кто ты вот мой активизм когда меня горю тогда вот очередной раз обидели причем близки когда это делать люди это особенно больно да и что я там не активист а это не активизм вы знаете я вот ее сделал месяц назад уже получается где-то я увидел опять какой эффект очередной эффект просто бомба я захожу куда я вижу как человек смотрит у всех бросаются взгляды на мои руки теперь хотя я хожу еще у нас 31 марта сегодня хожу естественно в куртке руки видят все ты достаешь телефон жестикулируешь показываешь больше я просто захожу да и и и нельзя не заметить я вижу как глаза обычно тебя встречает глаза в глаза теперь я вижу как мне встречают по рукам у людей глаза под взгляд падает на мою руку я не брезгую в миллионника в городах общественным транспортом сейчас в деревне конечно машины снова езжу вот подвожу вам говорю там всех бесплатно да я вижу как люди смотрят и я вижу что они хотят прочитать некоторых пытая же вижу по человеку что он внимательно смотрит он читает все не все не видно конечно специально стань веганом попросил мастер чуть-чуть максимально опустить она даже чуть сначала мне показалось не слилось но когда это он черный пробивал контур но когда пробил зеленым она конечно делилась хорошо ваш рука все-таки где-то вот так у меня всегда то есть стань веганом видно даже вот когда есть рука это ли не активизм круглосуточный это не сотрешь это не выкинешь из сердца даже из сердца можно выкинуть когда меня ходит за татуировки ярмой мои татуировки делают много добра то что там мы сель заповедовал что-то там не царапать на себе ради умерших то я это делаю не ради умерших а ради живых живых животных и живых людей которые которые я хочу чтобы были счастливы это разве не активизм я призываю всех сделать тату до призываю это круто это круто татуировка настоящая даже зайковская как говорят там или еще что-то она несет себе смысл с древних времен с адам и евы на себе наносили все татуировки посмотрите на все племена до сих пор день там дико живущие они все и зарисованы исписанной в пирсинг и в шрамирование это нормально для человека это и украшение это всегда татуировку несет даже какой нибудь скрутч-мак датчик там что-то нарисован у человека какая-то фраза какой-то символ он для него что-то значит да его жизнь потом может измениться но в на тот момент жизни для него что-то значил тату не будут делать просто так татуировка веганство христианство истины любви добра и свет если будет что-то в себе нести это круто я призываю делать даже призываю до сделать человек нет ну это его тело это активизм хор еще какой активизм это крутейший активизм в обществе это опять вызов это опять не стандарт это опять свет и добро потому что реально это будет резать людям глаза их это будет обличать это молчаливая проповедь что парень стоит с этими чем не везде стоит что я еду вообще с транспорта и также у меня рука опущенная вот я стою он едет и стань веганом да поэтому это в разных сферах в разных это действий сейчас вот машину хочу облепить тогда с призывами с адресом сайта своего на доме на заборе я уж так личке писал хочу на двух калитках такое сделать христолюб ну вот это то что сейчас такое сердце диаграмма и крест и хочу потом большие баннеры повесить с животными не убивая не эксплуатирую потому что сотворивший бог есть любовь пусть все видят в деревне все знают все уже с кем я знакомлюсь конечно общаюсь вот на машине чтоб все это было видно до всего просто руки не доходит тоже отчета так долго слышь машину же год невозможно всем жизни заниматься но невозможно поэтому когда вас конечно укоряет хочет к тем тоже кто идет этим путем никогда не не это ну ранили вас залезали раны как собачка и дальше идите по жизни смело если это вас реально не касается все это люди просто хотят причинить вам боль невозможно все-все-все одновременно во всех местах быть до во всех greenpeace акциях участвовать везде да и и утки вытаскиваете на скотобой не ездить а где еще манна с неба должна сыпаться чтобы себя и семью свою обеспечивать там каких-то родных близких или за кого ты ответственен в этой жизни может и за кем-то присмотришь невозможно все делать но мы должны стараться это очень важно так что вот так вот поэтому без этого никуда последнего вас вам баннер я на этом заканчиваю поэтому веган активизм христианский активизм активизм истины по ты должен чтобы объяв всех кому будет этот посыл мой видео отправлен это норма в этот раз правильно выразился это норма если вы этого не делаете это не норма я много раз об этом говорил сегодня еще раз хочу сказать если вы не активно если вы стесняетесь этого как иисус сказал христиане меня поймут кто постыдится меня того я постыжусь иисус я говорил тоже такими для они еще не глубоких людей не познавшись таким словами я там постыжусь конечно иисус никого нибудь ты просто не такой как он в тебе нету его а тебя нету в нем мы стыдимся правда своих друзей своей жизни собственной пары доброй жизни и нечего стыдиться до грешники злые люди как угодно и рун каком угодно языке говорим труп ожоры на веганской темы следая они всегда будут осуждать но это все временно мир мир во зле не может существовать настоящий мир и царство любви возможно только где где святость где доброта где все самое светлое добро любовь как угодно и слова тут не применяйте они все актуальны эту картинку можно применить как любой проповедник это как мне тычут там да что ты христос или еще что-то ты надо все я я я иисус сказал сотворите научите вы должны сами сотворить павел вы подражаете мне как я христу очень важно то кто и ты такой несмиренный а павел не писал такой не учил такому подражайте мне у него подражать христу подражайте мне как я христу то есть в в реальной жизни мы должны не на словах говорить да мы можем передавать историю иисуса да мы можем передавать мы должны это делать мы должны должны это делать передавать чудо готовим посмотрю на христолюбца посмотри на это посмотри на этого но и тот кто сотворил посмотри на меня я-то могу это сделать когда не крутой да ну там веганство как я так и свои я-то живу я-то живу в этой любви это очень важно именно самому это сделать и тогда ты сможешь научить другого когда я слышу вот эти бредни там ортодоксальные православные там особенно вот это их не псевдо лживое смирение я ничего не знаю но вот там святые отцы передавали да я ничего не умею но вот они я читал они вот так вот говорит это бред они даже не видят бредовости и тупость этого мировоззрения и жизни который противоречит всей мудрости всего человечества все учителя великие учителя то же самое буду возьмем до всегда сами делали сначала на себе проверяли опытом изведывали потом учили других если ты говоришь о том чего ты не из пир не изведал не испытал то ты говоришь о том что ты не знаешь если ты учишь кого-то делать как игры тройной сальто не способны даже на на колесо там запрыгнуть до на ступеньку это смешно человек просто сломает себе голову и все что только можно а ты окажешься где-нибудь местах не стоили отдаленных глупо учить тому чего ты сам не делаешь и поэтому естественно если ваша жизнь не проявляется активный боль то у вас в этом направлении все больше больше не тянет не затягивает вы не идете невозможно топтаться даже на одном месте вы идете куда-нибудь не туда поэтому надо конечно быть активными опять я так говорю да нету надо что значит надо к надо смысле стараться вот тут надо да быть активными пробовать разные вещи пробовать себя в то в другом пописать статейки какие-нибудь посты порисовать если вы умеете или если вы умеете но никогда не 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 выражали свое лишь может быть дизайнером работать всю жизнь на дядю да там лепить эти какие посты и визитки баннеры открытки а вот именно в свободном времени активизм как никогда не проявляли вы можете те кто на словах что-то выражает а у вас это в образе рисуется выплеснуть это на бумагу этот пост он может зайти стать вирусными сколько плода может принести да вот то есть надо себя просто искать и действовать да никогда не не смущаться тем что вы не можете весь мир объять это бесполезно мы живем мы ограничены временем и пространством собственного тела собственного мироздания до сутках 24 часа поспал поел дела свои сделаны не так-то много времени остается но если не делаешь вообще ничего все вот эти я вот смотрю на тех кто со мной общаться игру ниже есть у них кого нету тоже не хорошо страничка в каких-то есть хорошо допусти даже 15 друзей почему-то нет никакого позиционирования себя как христианин или веганы почему эти с этими людьми со многими я очень близко общаюсь многие через меня пришли к ты истины я понимаю что в тебе нет этого ты боишься кого-нибудь родственничка друзей если ты не светишь не делишься вот пожалуйста моим постами но при этом со мной в личке так активно переписываешь или неактивно или когда даже писал благодарности вы на печальном пути потому что то что вы стыдитесь и то что вы никак не проявляете свою активность в проповеди это ничего не значит вы те пескари который так и умрете в этой пещере закончим на хорошей ноте на положительной всем вам желаю достигнуть совершенства в познании истины словом и делом и реализовав ее своей жизни и принести принести плода и принести его как можно больше и чтобы как иисус говорил царство небесное другой плеч подобно дереву которое выросло и ветвях которого в кроне которого слетались и укрывались птицы то есть вы будете для кого-то светом путеводительной звездой до примером это обязательно да и таких когда-нибудь много когда мы все соберемся в небесном царстве обязательно царстве любви любви жертвенной людей способных на это небесном царстве когда мы уже соберемся там уже нечего будет проявлять там уже люди эти будут с этой сущностью в себе преобразовавший они всегда готовы в них есть потенциал потенция они уже в жизни этот потенциал показывали реализовывали и она в них есть сущность ему завтра скажи да умереть за истину снова и снова и он умрет сколько угодно нет больше той любви как если кто положит жизнь свою за друге своя за близкого человека иисус говорю кто-то ближний это любой человек животное неважно любое живое существо на расстоянии твоей руки в пределах твоего взгляда в диапазоне твоего слуха вот кто такой ближний вот положить за этого ближнего душу свою это самая великая цель и счастье следа всякие достигнет преобразовав в себе эту сущность тем более то что ничего ты бессмертен даже смерть не не и не существует вот так вот поэтому в царстве небесно падает только те кто уже туда попадают не формально а потом там дух бог наделяет божественной природой ты сам здесь становишься богом земля это пространство временное измерение это это есть то поле на котором мы становимся тот 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 лабиринт эксперимент как хотите путь жизни школа и как только не называют где мы и становимся богами туда идут не за заслуги да не за сами дела за их счетом ты их можешь делать лицемерно корыстно нигде не капает никакого там счетчика туда идут с изменившейся сущностью а твоя сущность не меняется если ты ничего не творишь и наоборот или плюсом это все как угодно твои дела и показывают твою сущность если их нет значит и нет в тебе эту сущность если ты не активен в тебе нет этого потому что те кто посмотреть на таких как я их просто распирает сущность которая рвется наружу вот и все рвется и держать и тяжелее чем наоборот ее выплеснуть и держать тяжелее она просто распирает все то что я делаю меня распирает от любви все к людям животным ко всей природе к богу который всячески во все но а а cost о Субтитры создавал DimaTorzok